Здравствуйте, меня зовут Сайфудинов Руслан, и я адвокат. Продолжая тему семейственности и традиционных семейных ценностей, поговорим о брачном договоре. Без следующих действий эта тема останется для вас закрытой, поэтому оглянитесь вокруг, если вас никто не видит или вам все равно, закройте глаза, расслабьтесь, сделайте глубокий вдох и медленный выдох, приготовьтесь к приятным ощущениям. Представьте себе любимого человека, его лицо, услышьте его голос, приятный тембр, ощутите приятные прикосновения, и у него, и у вас закрытые глаза. Вы наслаждаетесь друг другом закрытыми глазами, и вам очень хочется сказать ему что-то важное. Нежно вы начинаете негромко говорить. Моя мама попросила поговорить с тобой о существенных условиях брачного договора, и уже имеющемся имуществе, и то, которое будет в случае его раздела при расторжении брака. Ну нет, стоп, свет в зале, конец кино. Так ли это? Зависит от вас. Если правильно подобрать подход к обсуждению брачного договора, то никакой помехой в отношениях он не станет. Глупо же спорить, что имущественный вопрос встанет перед молодоженами сразу после свадьбы. Как разделить подарки? Как, куда направить деньги на покупку какой недвижимости, и как ее оформить за деньги, подаренные родителями на свадьбу? И многое другое. Это неизбежность. Так сделайте эту неизбежность приятной. Найдите грамотного юриста, обладающего навыками психолога и медиатора, который подберет нужный способ донесения информации. То есть 90% слов скажет третье лицо, а не любящие люди. Таким образом, супруги не будут друг на друга обижаться за услышанное. Неопределенность это убийца отношений. Простой брачный договор вносит определенность в будущее, дает уверенность в действиях своего любимого в плане имущественной добросовестности. В отсутствии этих негативных факторов вы больше создадите, вы больше заработаете, вы сохраните тот бизнес, который был и до брака, вы его расширите и самое главное, вы сохраните нервное здоровье и семью. Но не забудьте зарегистрировать брак, а то никакого вам брачного договора.